История с мансардой, которую хотят построить на крыше дома номер 10 по улице Аэродромной, продолжается. Хозяин строительной фирмы на некоторое время остановил строительство, но, как оказалось, это было лишь затишье перед бурей. Сегодня утром рабочие из строительной фирмы начали строить забор на территории дома. Жильцы, как и в прошлый раз, не изменили свою позицию и грудью встали на защиту любимого дома, за что и поплатились синяками. Как имеет право полиция ударить меня с доской и вот держала меня за руку. У меня остеокороз. И полиция меня держала за руку. У меня сейчас рука болит. Имеет право полиция меня толкать и держать за руку. И говорит, что заберут меня у них там и закроют. Имеет право это полиция. Вот смотрите, что сделали меня. Мне две операции в ОНГ-институт сделали, а он меня берется со мной. Люди уже неоднократно обращались с жалобами к муниципальным властям, а получили ответ пока только от партии социалистов Республики Молдова. Адвокат из благотворительного фонда Солуция Григорий Навак приехал, чтобы разобраться с проблемой жильцов. К нему вскоре присоединился и депутат парламента Ион Чебан, который сразу потребовал у бизнесмена показать подлинность его документов. Разрешающих строительство. Работу они начали на основании вот этой просроченной авторизации, которая уже почти полгода просрочена. Они якобы говорят, что у них есть решение суда о начале строительных работ. Но строительные работы не ведутся на основании решения суда, а ведутся на основании авторизации, которая является, вот, если у них другой нету, значит она просрочена. В итоге выяснилось, что документы у владельца просрочены. И продолжил он строительство нелегально. Ситуация вскоре обернулась скандалом. Жильцы дома кинулись ломать забор, депутат пришел им на помощь. Пошел вон. Почему полиция не защищает? Почему вы дрались в бане, а сейчас у нас не защищает? Документы не в порядке. То есть авторизация не соответствует тем критериям, которые должны. Она просрочена. Нет согласия жильцов. Поэтому, если что-то и хотят сделать, то сначала должны с людьми об этом договориться. Сегодняшнюю битву за стройщиком нелегалом жильцы дома выиграли. Осталось теперь выиграть войну. Власть пришла и сделала порядок. Вся милиция уже не за нас, но в стороне. Полиция против нас. Все против нас. Вот только ребята из Солуцина защитили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова